Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФН Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня долгожданная пятница. Скоро выходные, а там дальше и праздники. В общем, есть за что порадоваться на самом деле. Ну и основным поводом нашего эфира все-таки радость немножко другая, касаемо успехов на рынке. Вот сегодня об этом мы будем говорить. Итак, тема программы еженедельный по пятницам. Это финансовые итоги недели. Так вот, эти самые итоги мы сегодня подводим в гостях с... в компании с... В студии сегодня Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Кэпитал Менеджмент. Добрый день, Андрей. Добрый день. И в студии Василий Олейник, эксперт IT Инвест Проспект. Добрый день, Василий. Добрый день всем. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы и делитесь собственными итогами недели. Я надеюсь, в подавляющем случае они есть и неплохие. Ну, а начиная наш эфир, традиционная картина маслом 18... пардон, все еще заговорюсь. 1506 в Москве, и так что происходит на этот час на финансовых площадках. Основные мировые индикаторы, мировые фондовые индексы, начиная со вчерашнего закрытия Америки. Давайте отследим оттуда. Ну, американцы в малом, но плюсе. Доу Джонс, а ну, десятую прибавил. СНП, пятисотый, четыре десятых, шесть десятых, NASDAQ. А вот нынешняя торговая сессия европейская, азиатская, ну и мы присоединяемся, видимо, да, к текущей динамике. Она происходит в отрицательной динамике. Значит, японцы потеряли сегодня 0,3%, китайский индекс закрылся на 0,9%, ниже все, да, ниже в отрицательной территории. Европа торгуется в небольшом минусе, полпроцент теряет FTSE 100, ну и наши ребята тоже сейчас ниже ватерлинии. РТС на 0,9%, ММВБ на 0,4%. Значит, вот такова динамика. Далее смотрим на сырье и на Форекс, нефт марки Brent. Выше 100 долларов, что самое главное, 102 доллара 68 центов, текущая стоимость бочки марки Brent. Золото продолжает обавлять недавние максимумы, 1464 стоит унция, но уже сходил к 1480. И недалеко, в принципе, да, тут, собственно, можно будет забыть об этом проколе, наверное. Поживем, увидим. Евро-доллар замер в районе 1,30, что-то никак у него никакой настроения у него никакого нет, непонятки какие-то. Его собрат по Европе фунт вчера все-таки сделал какой-то выпад вверх на положительного ВВП, а этот парень не найдет никакой идеи. Ну, посмотрим, где ему может добавить сегодняшняя статистика, либо на следующей неделе много сюрпризов. Значит, и набор голубых фишек сегодня в основном в отрицательной территории. Лучший рынок существенно торгуется Норникель, 3% в моменте прибавляет. И чуть скромнее, но лучший рынок, Сургутнефтегаз, 1,5%. Остальные все в минусе. Газпром, как наше все, теряет 0,5%, Роснефть 1,5%. Акции банковского сектора ВТБ на 0,3% снижается. Сбербанк практически на нуля. У нуля стоит вот такова, собственно, картина масла. Ну, пятница, опять-таки, не забываем, да, уважаемые слушатели, о факторе пятницы, собственно, спекулянты, как правило, фиксируются, не хотят оставлять на выходные, не хотят портить себе настроение в понедельник. Итак, вот такова картина масла. Значит, начинаем... Фиксируют обычно что? Короткие позиции или длинные? Все, что угодно. Прибыль может быть как по шортам, так и по лангам, поэтому... Совершенно верно, совершенно верно. Ну, у нас, видите, был отскок тут пару дней, может быть. Вот именно этот отскок сейчас фиксируется. Ну, на самом деле, вам виднее, видимо, поэтому я задаю вопрос вам. Итак, финансовые итоги недели. Василий, давай с тебя начнем. Как ты видишь прошедшую, да, заканчивающую, уходящую неделю с точки зрения возможностей для заработка? Ну, показали мы просто чисто технический коррекционный отскок. У нас на рынке была действительно перепроданность, и все ее видели, и, конечно, все ждали. Я все-таки не думал, что это будет однодневный отскок, и именно многих застало именно это врасплох, то, что мы очень быстро и резко за один день почти отыграли свою отсталость, свою перепроданность, и чисто по технике хорошо отскочили туда, куда и должны были отскочить. Вот, в принципе, и я считаю, что это, в принципе, хороший был выход опять для того, чтобы фиксировать свои именно длинные позиции, если они у кого-то еще есть. Вот, потому что взгляд на ближайшие три недели все равно пока еще негативный. Вот, покупать уровни привлекательные, по многим бумагам согласен, что цены вкусные, но я бы еще подождал две-три недельки. Впереди много интересного, впереди у нас заседание ЕЦБ, неопределенного спанка госдолга в Америке, который, я думаю, на этом как раз мини-кошмарчике и крикнется Америка. Вот, вот. Вот, тут, в принципе, все уже назревает именно для этого. Вот, и здесь лимит госдолга превышен уже там на 600-700 миллиардов долларов. Республиканцы крайне категорично относятся к планке госдолга и говорят, мы готовы пойти поднять ее буквально на минимум, на минимальный вообще уровень, для того, чтобы просто финансировалось там правительство и все, что с этим, ну, самый необходимый минимум. Вот, а все остальное, как бы говорят, сокращить дефицит бюджета, и за счет этого будет поднятие планки госдолга. Ну, вспоминая последний план бюджета, который анонсировал президент Обама буквально две недели назад, мы помним, что он не только не понравился республиканцам, но и демократы его раскритиковали. Поэтому здесь говорить о сокращении дефицита бюджета, к сожалению, я думаю, что сейчас будет главным камнем преткновения. И поэтому та же планка госдолга, если она и будет повышена, она будет повышена совсем на чуть-чуть. Вот, и это будет крайне негативно воспринято инвесторами. То есть опять вот этот вот цирк, который ежегодно мы видим. Ну, это нормально все же, майский праздник, тем более, почему не повеселиться. Почему не повеселиться? Я, если уточню, Вася, напомни, пожалуйста, ты приверженец у нас фундаментального анализа, да, прежде всего? Насколько я помню, мы тут некоторое время назад, да, по этому поводу? Сейчас тяжело, в принципе, воспринимать фундаментальный анализ, потому что рынки... Вот смотрите, последние два дня на рынках все плохо. Вышла шквал статистики по Европе крайне негативный. Даже Америка, ой, даже Германия просто показала, что у них в экономике все очень плохо. Безработица в Испании вчера 27% превысила. То есть мы видим, что показатели ухудшаются. Но рынки живут ожиданиями, и опять позитив, то есть рынки сейчас просто живут одним ожиданием, что ЕЦБ вступит в игру, так же, как и Банки Японии, так же, как и ФРС, начнут стимулировать свою экономику и так далее. Вот, то есть говорить о том, что все плохо, все плохо, но рынки отрываться от реальности дальше. Я понял, Василий, спасибо, значит, мы чуть позже еще поговорим о Европе и об Америке. Андрей, к тебе тот же самый вопрос, как ты оцениваешь уходящую неделю с точки зрения коротких, длинных позиций и возможности заработать? Да, в общем, позитивно оцениваю. Позитивно, да. Как бы, я думаю, что мы столбим, так сказать, фундамент до будущего роста, который будет в мае. Вообще считаю, что сейчас не время Медведей, не время Василия Олейника. Извини, конечно, Василий. Значит, ну, могу даже обосновать свою позицию. Главное, что я действительно взял в длинные позиции у меня от нефтоплагированные, Газпром, Макрон и немножечко мечелой, и немножко сургут нефть и газом. Ты брал, когда брал? На уходящей неделе, на этой неделе или раньше? Неделю назад. Неделю назад. Вот. Но надо тут сказать, что Василий во многом прав, когда пугает нас плохой макроэкономикой. Ну, это плохая макроэкономика, о чем, кстати, говорили сейчас с Василием, она не очень хорошо стыкуется с теми спекулятивными, какосрочными играми, там, на неделю, на две, которыми я веду. То есть это как бы нависает над рынком, я, в принципе, согласен, да. Но вместе с тем, вот, когда вот говорят такие вещи, например, вот, зафиксирован на этой неделе отток из фондов, инвестированные на развивающиеся рынки, какую неделю подряд. Это, конечно, все взгляд убегающий, когда поезд уходит, смотрит назад. А что будет впереди, ничего неизвестно. Вот я, например, жду роста. И одновременно хочу сказать, что бывали наши маленькие периоды, когда американский рынок не рос, а наш рынок рос. Вот, например, 11 периодов, это начало 2010 года, когда была раскорреляция по этим двум графикам. Так что недельку-две, может быть, по-тире раскорреляция. Андрюш, ну, недельку-две раскорреляция. Ну, я так думаю, как один из сценариев, вот все ждут, что продай в мае и уйди. Я вот жду, вот, что не надо ничего продавать в мае. То есть в мае как раз можем взять. А вот продать я собираюсь этот портфель 20 мая, как раз тогда, когда Василий у вас пошла раскорреляция с ним, извините. Ну, я бы покупал бы именно вот в конце мая, возможно, даже в июне. Здесь как бы надо смотреть. И я все-таки думаю, что если коррекция случится, еще процентов на 5-7 по Америке и столько же приблизительно по России. То есть я не думаю, что мы будем на коррекции в Америке прям какой-то сильно падать. Мне кажется, это будет очень хороший момент для покупки с перспективы на несколько месяцев. Все равно, какие-то оживления в Европе, я думаю, в экономике мы летом увидим. Плюс японские деньги однозначно придут на Россию, поддержат и российский рынок. Они поддержали именно рынок в конце прошлого года. И эта же тенденция будет однозначно и в июне. Поэтому, я говорю, вот хочется действительно увидеть небольшую коррекцию в Америке. Ну, просто остудить этот рынок немножко, да, потому что немножко оторвался от фундаментала. Вот он сейчас оторвался. И просто посмотрите последний сезон отчетности. Рост прибыли компании единицы, кто показывает. Рост прибыли, рост выручки единицы, кто показывает. Если смотреть квартал-квартал, год-году отчетности все хуже и хуже. Просто они занижаются очень сильно, поэтому и оправдывают прогноз. Но в целом динамика-то у компании все хуже и хуже идет. А рынок все выше и выше. Поэтому, да, все деньги в Америку перешли с развивающихся рынков. Я думаю, сейчас в Америке перекуплено, а развивающиеся площадки недооценены. Поэтому увидим переток капитала, опять же, летом. Я понял. Хорошо, хорошо. Очень интересно все. Давайте прервемся. Новости на Финам.ФМ. Потом продолжим разговор. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Андрей Верников. Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу. Церих Capital Management. И Василий Олейник. Эксперт. IT-инвестпроспект. Мы подводим финансовые итоги недели. Как обычно, это делаем в пятницу. Ну и давайте продолжим наш разговор. Да. Давайте я еще раз напомню. Средство коммуникации. Как говорят сейчас. Модное такое слово. Значит, средство следующее. Телефон в студии 6510-99,6. Код Москвы 495. Сайт компании финам.ФМ. Уже есть вопросы. Уважаемые слушатели. Я чуть позже, если позволите, к ним обращусь. А сейчас мы, давайте, продолжим разговор с моими коллегами. Итак, Андрей. Итак, Андрей. Андрей. Ну, то, что ты покупаешь. Хотя ты признал сам, что это спекулятивные покупки. То есть долгосрочный взгляд в горизонт. Долгосрочно я сам не знаю, что будет. Во-во-во. Волна, забыл другой эксперт пригласить. Он вам бы все расписал. На 14-й год, на 15-й. Не кокетничий, пожалуйста. Я с удовольствием всегда приглашаю тебя в эту студию. Потому что знаю, что ты хлеб свой зря не ешь. Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу. Ну, так вот. Тем не менее, если говорить о неких средне-долгосрочных перспективах. Что может быть драйвером какого-то более-менее уверенного восстановления рынков? Ну, наш будет, наверное, следовать общей тенденции какой-то. А вот что должно произойти? Ну, что должно произойти? Ну, сейчас, например, говорят, что у нас все очень плохо с инвестициями в России. Но надо тут понимать, что очень высокая база была по начале года прошлого, когда выводились ряд нефтяных проектов, в том числе и Роснефтью. На этом фоне нам очень сложно покатить инвестицию. Вот. Ну, в принципе, я вам не открою, так сказать, нужна стабилизация. Вот что смотрят иностранцы? Даже они смотрят на рост ВВП, который снижается. Вот если Путин в прошлом году ставил задачу 5%, да, рост. Сейчас она просто, в общем, это как фантастика Венера, да? Ну, уже снижает уже прогнозы. Да, и теперь нефть. Вот нефть меня тревожит. Я на сайте, это не реклама, а финал, дал, значит, прогноз, что там уровень 104, да, по Абренту. И что... И мне еще вверху 104? Да, да, да. И когда соточка была, пробивала, я говорю, максимум 104. Но вчера дошли до 103 с половиной. Ну, практически сделали. Нет, я просто говорю, что график негатив, на самом деле, нефти. Вот, и я не знаю, как из этого будет ситуация выруливать так глобально, потому что в лучшем случае будет диапазон 97-104. Возможно, со мной Василий не согласится. А в худшем случае, если нижняя граница диапазона будет пробита... 97. Да, в 97, то уж может пойти на 93, там вообще. Есть простор оперативный определенный. В общем, поэтому нужна хотя бы вот уверенность, что вот прогнозы Goldman Sachs о том, что через три месяца мы увидим на соточке нефть, они оправдаются. Через три месяца на соточке? Ну, собственно... А к концу года они ждут 104, кстати. Ну, так. Василий молчит, он так загадочно, он, видимо, думает, как с тобой не согласиться. Или наоборот. Да, по нефти здесь нефть уже давно оторвалась от реалиев экономики. И вообще не надо связывать нефть там с экономикой, восстанавливается она или не восстанавливается. Нефть один из немногих спекулятивных активов, просто на котором делаются деньги спекулянтами, крупными фондами. Надо это понимать. Как нефть опускает до 90 долларов, у нас сразу вспоминают, что и у Ирана вдруг обогащен уран сверх нормы, и он готовит ядерное оружие. Нефть на 120 долларов. Как нефть на 120, все говорят, у Ирана нет ничего. И нефть обратно на 100. То есть обычная манипуляция, вот это чистый актив для спекулянтов. Поэтому говорить о тенденциях ее относительно экономики вообще она никак не коррелирует. Это факт. То есть тут у Америки запасы уже из ушей льются. Там из Кушинга не знают, куда девать. Там добывают все больше и разрешили там шельфы бурить и так далее. Возможно, там в транспортную систему будут деньги вкладывать, но это пока еще не скоро. В общем, смысл в том, что фундаментально оценку нефти сейчас производить сложно. Это просто спекулятивный актив. Василий, извините, пожалуйста. Очень хорошая фраза мне понравилась по поводу манипуляций. А что тогда считать не манипуляцией? Начиная от статистики и заканчивая с реальными ценами на какие-то активы. Так вот, в принципе, основная проблема всех инвесторов и всех вообще спекулянтов, как оценивать тот или иной актив и движение того или иного актива. Именно вот с фундаментальной точки зрения или с технической точки зрения. Это вот основная, как бы самая проблема. Кстати, пользуясь случаем, хочу пригласить всех слушателей на завтрашнее мероприятие. Оно называется «Финансовый раунд». Подробности вы можете найти в интернете и в рамках данного мероприятия как раз пригласили. То есть вы об этом поговорите завтра? Да, многие эксперты. Давай мы поговорим еще и в эфире «Финам.ФМ» на эту тему тоже. Что считать не манипуляцией, что объективно? Вот нефть, да, по крайней мере я смотрю на этот актив только с точки зрения техники. Потому что фундаментал здесь, к сожалению, не работает. Вот фундаментал, допустим, взять пару евро-доллар, здесь фундаментал работает четко. Здесь, в принципе, видны и уровни, и техника, и фундаментал. То есть я стараюсь торговать и смотреть те активы, где сходятся и фундаментал, и техника. То есть вот по евро-доллару понятно. Мы еще и в прошлой передаче говорили, что я говорю, отметка 33 будет пройдена, ждем отметку 1.30, дальше неизвестно. Как бы тут паритет. Но и сейчас я смотрю негативно. Потому что, вот смотрите, если 1.30 пробивается и неделя закроется, хотя бы там 29.5, можно будет говорить о походе на 1.28 и с целью 1.25. И здесь работает фундаментал. Если взять предстоящие заседания ЕЦБ 2 мая, в принципе, ждут снижения ставки. Если ЕЦБ понизит ставку, то... Есть повод сходить туда, да? Есть повод, конечно, сходить туда. При том, что усиливаются слухи о сворачивании денежно-кредитной политики ФРС. Сегодня выйдет сильный ВВП. На этом Евро легко может сходить на пробитие 1.30 и закрыть неделю ниже. И вот технический сигнал на продажу еще один. То есть здесь вот такие вот активы торговать стоит. И есть акции, где хорошо работает фундаментал. Но вот сырьевые активы, к сожалению, золото. С другой стороны, смотри, ты сам говоришь, да? Есть диапазон, ты говорил о спекулянтах. Сходили на 90, значит, нашли идею. И все на 120. На 120 пришли, надо фиксироваться. И так последние полтора года. И сказали другому. Ну смотри, 90-120, вот сидит Андрей, он любитель диапазонов. У него, правда, несколько другой диапазон. Но тогда забыли обо всем, что происходит. Во вне, что называется. Пришли на 90, покупаем. Пришли на 120, продаем. Да, потому что ниже 90 здесь как бы тоже есть. У нас, понятно, нефтяной картель ОПЕК. Они уже заявляли на прошлой неделе, что если цены на нефть... Они все время так начинают заявлять, как только цена на нефть пробивает 100. Мы будем собираться, сокращать квоты. Это уже было. Но для них-то все равно это не просто технический уровень 100, допустим, долларов за баррель. Они ориентируются по тому, что у них есть себестоимость, у них есть, так сказать, аппетиты. Ну, себестоимость там как копеечка. Аппетиты не хотят просто уменьшать. Поэтому, если нет, будет 90, конечно, там 95. Можно присматриваться к любым локальным покупкам. 90, я считаю, уровень для долгосрочной покупки тоже среднесрочный. На сколько можно играть. То есть вот здесь вот хорошо. И выше 110 тоже не жду, поэтому... А взаимосвязь, Андрюш, взаимосвязь рынка нефти и российского фондового рынка. Нет, все-таки скажу. Я не могу молчать. Не молчать. Сейчас не время медведя, не время оленника, Василий. Знаете, что он там говорил вам? Вы забудьте. Вот то, что он вам сейчас сказал, что нефть оторвалась с фундаменталом. Это все неправда. Она оторвалась, может быть, на каких временных промежутках? На промежутках больших, в общем. Ну, внутридневных, наверное. Что мы видели на прошлой неделе, когда Китай плохую статистику выпустил в понедельник перед торгами, да? Что началось с нефтью? Какие-то черные гигантские свечи. Так что оторвалась она, оторвалась, но не совсем оторвалась. Реагирует еще. Теперь еще, да, еще жду, что-то пультик есть. Что касается ФРС. Ну, тут насчет сворачивания я много читаю экономистов, но я еще ни разу не видел прогнозов о том, что начнет ФРС сворачивать свою политику раньше сентября. Ну, ни разу. То есть, все-таки, я думаю, что есть... Андрюш, да я даже... Может, они вот начнут сворачивать в ноябре и в декабре. Вопрос не в том, что первые намеки могут поступить уже в июле и в августе. Я просто говорю, что поживем, Василий, поживем. И первые намеки сегодня могут поступить? Выйдет ВВП 5% и все. В августе в Джексон-Холл Бернанке уже не едет. Уже вам намеки первые идут. Ну, да. Так, а рынок, вот действительно, инвесторы смотрят на нефть. Ну, я не говорю, что есть прямая корреляция, да? Но если уж я чего-то смотрел бы, то я смотрел бы на рынок Бразилии и на нефть. Но точно не на американский рынок. Это ты имеешь в виду с точки зрения динамики российского рынка, да? Да, если бы у меня была, допустим, нейронная сеть, к которой надо давать какие-то связанные данные, я бы грузил эти ряды, но не американские. Понятно. То есть, индекс бразильский, да, и плюс... Да, да, да. Ну, я бы так вот, да. Ну, это нормально. Здесь вот буквально несколько, ну, как минут 10 назад как раз был вопрос от вас. Что должно случиться, чтобы драйвер роста какого-то российскому рынку фондам придать? Ну, вот на самом деле в голову приходят только две идеи, да? Это, во-первых, какие-то кадровые перестановки в политике, возможно, да? В нашей. В нашей, да. Ну, слухов много ходят интересных, и действительно могут быть кадровые перестановки, которые будут оценены позитивно быть инвесторами. Причем их стоит ждать, на мой взгляд, в ближайшие. Возможно, 8-го числа Владимир Владимирович будет делать какие-то заявления интересные, да? Но я не думаю, что... То есть перестановка – это некое улучшение инициационного климата, да, для иностранного инвестора? Да, да, да. Кого же должно переставить, чтобы сократился отток капитала, и, значит, инвестор бросился? Ну, вот пытаются все-таки шумиху делать вокруг Кудрина и делать ему предложение. Понятно, что на кресло министра финансов ему предложение было, он отказался, говорит, я там был, вот. Понятно, что ему хочется... Я читал, где-то он говорит, я не приветствую половинчатые меры, да? Если уж рубить, так рубить. Ну, там-то дело. Для этого ему нужны полномочия, не министра финансов, а хотя бы премьер-министра, там, да, и тогда, да. И, грубо говоря, если вдруг такое случится, конечно, это будет позитивно, мне кажется, на мой взгляд, оценено инвесторами. Случится или нет, здесь это... Это политика, мы здесь далеки от нее. Вот. И второй момент, конечно, это просто смотреть на приток капитала. Ни цены на нефть, ничего. Цены на нефть, да, инвестиционный климат, может, какой-то у нас тут чуть улучшает, но деньги приходят, они идут в рынок облигации, но не в рынок акций. Вот. Поэтому здесь надо смотреть, вот, действительно, у нас миллиард, 1 миллиард 250 миллионов долларов выведено из фондов, инвестирующих в Россию за буквально квартал. Это гигантская сумма. И пока мы хотя бы 2-3-4 недели увидим притока, говорить о том, что рынок покажет хотя бы хоть отскок дохлой кошки, там, процентов на 5-7, ну, честно говоря, не очень. Так это же старые данные. На карьере просто далеко не уедешь. Когда мы увидим, когда обликуют эти данные по притоку, то уже будет поздно, да? Да, покупать-то уже будет поздно, добоюсь. Андрей, это не поздно. Ну, посмотрим неделю, посмотрим две, хотя бы тенденция. Андрюш, ну, у нас 10 недель подряд идет отток, 10 недель рынок находится непонятно где. Ну, будет, почему... Ну, находится неконятно где, но, тем не менее, когда Бразилия отскочила, там 3 дня роста, мы тоже отскочили. То есть рынок жив, уже хорошо. Андрюш, я же не говорю про рост спекулятивный на 5%. Это не рост. Это просто мы раньше рынок на 5% в день ходили. Какие 5%? Василий, что штамповала энергетика? Если что начнет спекулятивный рост, так это будет не 5%. В энергетике, да, но я в целом по рынку говорю, что на рост рассчитывать в процентов 20-25-30, вот это, я понимаю, рост на рынке, да, долгосрочный нормальный тренд, хотя бы на 3-4 месяца. Он может случиться после того, когда мы увидим хотя бы 4-5 недель приток капитала. Да, рынок отскочит на 5%, на 10%. То есть ты трендовый мыслитель, трендовый, да? Я говорю, мы сейчас... А я не трендовый мыслитель. Андрюш, мы сейчас должны понимать, и чтобы люди понимали, спекуляции и инвестиции. Это немножко разные вещи. Я внутри дня могу 10 сделок сделать. Или за принципиальные разные вещи, конечно. Алик, вы стрелки при начальном передаче не сверили? И я так и не понял, он спекулянт? Я просто спекулянт. А, ты спекулянт. Ну, спекулянтами на рынке лучше не заниматься. Это очень тяжело, и для этого нужна практика. Я не согласен с тобой. И спекулянты большинство теряют. У вас 2,5 года, кто не занимался спекулянтами, тот сидит. Рынок такой. Как сидит, так и сидит. А на Америке, кто купил 10 лет назад, так сидит. И исторический максимум Америка каждый месяц переписывает, понимаешь? Специфика российского рынка. Вывод какой? Надо знать, где покупать, правильно? Надо знать, где покупать. Он не патриот, нет. Нет, к сожалению, тяжелый российский рынок просто сейчас тяжелый. Ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас еще раз прервемся. Новости на Финал ФМ послушаем и продолжим нашу. Итак, друзья, мы продолжим нашу беседу. В эфире Финал ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы подводим сегодня финансовые итоги недели. В гостях сегодня в студии Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих, Capital Management. И Василий Олейник, эксперт IT Invest Prospect. Ну, собственно, столкнулись мы, да, я не воспринимаю это как какой-то антагонизм, тем не менее, столкнулись. И, кстати, классические, да, подходы к рынку столкнулись. Два классические подхода. Спекулятивный и инвестиционный. И в конечном итоге, да, и у одного и второго есть своя правда, и у одного и второго имеет место быть, что он называется. Так что ничего я здесь не вижу плохого. Давайте, есть несколько вопросов. Кстати, Василий, будет интересно тебя, наверное, услышать. Я добавлю, я скажу так. Есть несколько вопросов, наконец-то. Серьезно. Ну, я вот, так сказать, ну, может, месяц, наверное, полтора, практически нет вопросов в сухой остаток. Да. Практически нет. То есть это тоже, наверное, да, как-то об интересе к российскому фондовому рынку говорит. Два или два с половиной месяца рынок просто действительно... Никакой, да. Никакой, да. Ну, зато цены вкусные, и еще раз хочется всем, говорю, чуть-чуть буквально не торопиться. Все-таки, если будем процентов на пять, как бы страшно не было, можно потихонечку подбирать активы. Я думаю, что... А в коридоре он сказал, можно потихонечку пирамидиться. А сейчас это сложно уже пирамидиться. Стесняется, стесняется. Ну, я говорил с Андреем, пирамидиться ни в коем случае, плечи вообще не используйте. И даже если вы спекулянт, и тем более инвестор, не используйте плечи. Это погубительно на депозитах. Друзья мои, смотрите, значит, вопрос такой. Ну, несколько больше с инфраструктурой связан. Вот Юрий интересуется, как будет работать Московская биржа в майские праздники? Ну, практически все праздники майские биржи работают. То есть и второго, и третьего, насколько я помню. Там шестого, шестого, седьмого. Ну, то есть там праздники только первое и девятое, да? Да, да, практически так. Ну, на сайте биржи всегда, конечно, есть информация. Не надо затрудняться, зайти буквально и потратить на это две минутки. А, кстати, если говорить опять вот о традиционных, да? О традиционной раскорреляции. Раньше было модно уходить и московской, ну, и тогда назывался МВБ, РТС. Сейчас уходить на все праздники, на майские и на новогодние, помните? Потом выскакивать через две недели вот с такими глазами и догонять всех, кто куда там ушли, американцы, европейцы. Сейчас, я так понимаю, да, руководство Московской биржи как раз пытается с этим бороться. Но возникает другая история. Возникает история, связанная с тем, что, да, биржа работает, а никто не работает. Ну, я имею в виду, на бирже никто не работает. Вот в этом логике есть вообще, да? Нет, ну, раз уж мы практически международный финансовый центр... То есть мы по определенной не должны, да, участвовать? Конечно, конечно. Ну, я не согласен, совершенно не согласен. Нет? На самом деле, мы МФЦ эту идею как раз убивают. Вот это продление торгов убило и вот эти вот выходные. Потому что просто у нас есть ограниченная ликвидность, она размазывается на дни. И в результате получается у нас три всплеска в течение дня. И тем самым мы отпугнули целую массу людей, которые сидят, вот у них свой бизнес и все прочее. И мы заставляем их пялиться в мониторах, когда ничего не происходит. Ничего не происходит. Лучше бы они уехали спокойно отдохнули, воно приехали и деньги опять доработали. Ну, вот видите как, два разнополярных мнения. Мне очень нравится с вами общаться, если честно. Взаимно. Это взаимно. Интрига возникает сразу. Значит, еще один вопрос от Ильи. Кстати, Илья вот тут с улыбкой пишет свой ник в интернете. Это один из наших клиентов, я с ним общался сегодня на вебинаре с утра. Так вот, вопрос следующий. Как Андрей и Василий смотрят на перспективы золота и серебра в разрезе слабости отскока серебра относительно золота? Ну, на период до середины июня, в принципе, я, может быть, попросил бы вас до конца года. Ну, по поводу отскока, да, мы видим, что золото восстановилось после вот этих апрельских падений. Это практически, да, 1480 оно сделано. А серебро, вот по сравнению с ним, очень слабенько отскочило. Оно даже, по-моему, там еще обновило локальный минимум после золота уже. Ну, неважно, можно вне этого сравнения. Василий, что, в принципе, ты можешь сказать позже? Ну, скажу сразу кратко, в принципе, я зову то, что я говорил раньше, что и сейчас мысли не меняются. Глобальный аптренд золота закончен однозначно, считаю, и никакие мы там 2000 не увидим. Там прекрасно видно, что, несмотря на понижение учетных ставок, несмотря на новые печатные станки, золото уже как полгода не реагирует ни на что. Вот, это раз. Плюс, конечно, золото на чем может отскочить? Сейчас в мае потолок госдолга, и это неопределенность. И опять под угрозой может стать понижение рейтинга Америки. Если вспомнить, как это золото реагировало в прошлом году, золото улетело там довольно-таки высоко, потому что, действительно, выступило краткосрочно как защитный актив. Вот, и нельзя исключать, что такой сценарий также повторится в июне. Но долгосрочно золото вниз, и никаких предпосылок там на 1600 и выше я не вижу. То есть спекулятивно в июне мы можем увидеть всплеск на золоте. Опять же, вот сейчас понесет учетную ставку, если ЕЦБ, честно говоря, неизвестно какие. Вот сегодня интересно будет, в 16.30 будут публикованные данные по ВВП. Чем сильнее данные по ВВП выйдут, тем мощнее золото, наверное, сольют вниз. Поэтому... Но золото защитным активом уже не является, да? Нет, от инфляции, да, от инфляции не является, от убежища от риска является. То есть мы можем увидеть лишь, если вдруг какая-то паника, краткосрочный всплеск оптимизма в золоте. Но долгосрочную ставку на золото я бы не стал сделать, точно нет. Андрей, ты как смотришь? Вы знаете, я знал, что вопрос будет по золоту. Я приехал из Екатеринбурга. Как давно? Ну, недели две назад. И там вот общался с людьми, и на самом деле акции вообще никого не интересуют. Серьезно? Интересуют золото, евро, доллар. Ну и стоимость кредитов. Потому что они все... Екатеринбург это самый город по России самый закредитованный. Там по 4-5-6 кредитов на людях. Вот все, что люди интересуют. Вот поэтому... Подожди, а их интересует с точки зрения просто перспектив, просто поговорить? Или они торгуют активно золотом, фьючерсами? На Форексе торгуют евро? Нет? Нет, они рассматривают вложения. И многие там обожлись уже о Форекс-помойке всякие. В общем, еще Форекс звучит иногда, да? Но чтобы рынок... А еще Газпром. У них исторически много Газпрома. Газпром звучит. И все. Но это так. Поэтому будут, если часто, приходить только золото, серебро, валюты. Вот все. Ну и чушь. Если это востребовано, почему нет? А теперь насчет золота. Мне понравилось, когда я готовился к этой передаче. Вот посмотрел прогнозы других аналитиков. Банк соцсетей «Женераль», аналитик Альберт Эдвардс. Наиболее такой интересный прогноз мне показался. Он сказал, что ожидает нас в ближайшие годы обрушение облигаций. Значит, рынок акций обрушится. И цена золота дойдет до уровня 10 тысяч за унцию долларов. Вау. Вот это самый мне показался классный прогноз. Но, в принципе, я насчет 10 тысяч не могу ничего сказать. Василий вздыхал сразу. Но там мысль такая, что она, конечно, не новая. Что федералы уничтожают миром печатным станком. И что нас ожидает громадная инфляция. Она, в принципе, правильная. Поэтому, скорее всего, этот выход за границ рейнджа 1750-1350, который глобальный, скорее всего, он скоро закончится. Мы вводим обратно в этот диапазон. Андрюш, а мы где-нибудь видим вообще всплеск инфляции в Америке, в Европе. Уже с какого у нас, 2009 года, 4 года работают печатные станки. И больше 4 года, Андрюш, работают печатные. 5 триллионов долларов напечатаны за 4 года. По таймингу. Знаешь, вот часовая мина тоже, там механизм есть, он тихо-тихо-тихо, потом взрывается. Хорошо, ФРС свои приоритеты расставил. Или безработица 6,5, или инфляция 2%. Мы прекращаем печатные станки. И за этим ФРС следит. Поэтому разогнать инфляцию выше 2% они просто не дадут. Я просто скажу свое частное мнение, что я золото не покупал. У меня честные позиции, мне не золото. Но просто я такой сценарий. Причем я об этом сценарии говорил уже на ваших передачах. Выход из диапазона вниз, когда еще золото не вышло из диапазона. А потом вернемся на... Просто подтверждаю прогнозы. Все, Василий, не беспокойся. Я 10 тысяч это круто. Я золото пока не купил. Я золото пока не купил. Я знаю, Андрей, что не купил. Молодец, что не купил. У меня пока доллары. Все. Вот. А доллары есть? Доллары есть. Сбербанк, ты же знаешь. Так, нормально, нормально. По евро-доллару давайте. О нефти мы поговорили, да? Я так понимаю, что мы уже не будем это пересказывать. Для Ильи специально, да? Диапазон Василия озвучил, диапазон Андрея озвучил. А вот что с евро-долларом? Как вы посмотрите? Ну, мы тоже это озвучили буквально в первом эфире. Что ЕЦБ понизит ставку, если понятно, что все, драйвер вниз. И чем сильнее статистика в США будет выходить и безработица, опять же, больше разговоров сворачивания куе. И опять же, будет давить фундаментал. Весь работает против евро. И ей реально цель 1.25, а лучше 1.20. Поэтому я, честно говоря, открывался. Вот за последние две недели шортил это 1.31 евро. Ты, по-моему, раза три, наверное. И ставил стоп. Ну и 1.30. 1.30 доходит, но я понял. Нет, не 1.30. Я жду на 1.28, на 1.25. Но она три раза возвращалась на 1.31. И три раза по безубытку, да, стоп, выкидывала. Надоело, уже надоело. Ну, главное, что все грамотно. Я сейчас прошу прощения, это, наверное, не технический анализ. Мне вчера мысль такая обожала. Смотрите, 1.30, ну вот две недели замер он там. 1.30 такой, видимо, я так представляю, комфортный для него уровень. А потом я вспоминаю. Ну, снизу это паритет, да, все говорят, это паритет. Это некая нижняя граница, один к одному. Все. Сверху был исторический максимум 1.60. 1.30, это ровно посередине. Может быть, действительно ему нравится вот евро-доллару, да, 1.30. Ну, плюс-минус 3-4 фигуры и будет здесь болтаться, по идее, да. Да, да, да. Андрюш, твой взгляд на евро-доллар? Да я, честно говоря, считаю, что вообще нельзя валютные курсы как-то предсказывать. В общем, поэтому я лучше помолчу, умнее буду. Может, глядишь, я вчера пригласят. Пригласят в любом случае, но вопрос-то прозвучал, вот хотелось бы твое мнение. Не, я просто опасаюсь что-то какие-то давать уровни. Я просто вот смотрю в связи с ценой на нефть, ну, как бы, когда предсказывают, то я вижу, что там уровень 1.31, 1.32, который пробить сложно. Вот в связи с этим вот у меня некий пессимизм по нефтям. 1.31, 1.32, вверх-то имеется, да, пробить сложно. А так я ничего не знаю. Я понял, так я ничего не знаю. Нормально. Хорошо, хорошо, давайте вернемся к отечественному рынку и поговорим о том, что же можно сделать, ну, в ближайшей перспективе. Василий, что там интересного может произойти? Ну, не хочется советовать играть на понижение, потому что это очень опасная затея. Ну, это, в любом случае, маржинальная уже история, да? Да, рынок-инструмент у нас растущий. Играть в нем лучше все-таки от покупок. И целее деньги, так сказать, будут. Поэтому покупать сейчас, к сожалению, не время. Что интересно, не знаю. Мне на чем заработать? Я считаю, оптимальный момент все-таки вот вблизи 1.31, курс рубль-доллар 1.31 отметка, считаю, хорошая для покупки доллара. Потому что здесь все-таки есть намеки, я думаю, на российский цивер пойдет на смягчение. Наверное, в июне, в мае не будет трогать. В июне будут сделаны уже какие-то намеки. То есть и под конец года, на самом деле, да, вот мой прогноз и мой сценарий, причем по всем абсолютно, вот и фундаментал, и техника, все сходится на то, что к концу года мы увидим 33, 34, 35. Ну, 34, 35 даже по доллару, вот, и курс доллара. Потому что здесь связано опять, это будет очень много денег. Мы знаем, что пришло у нас в рынок облигаций. Понятно, что чем больше зайдет, тем больше потом выйдет. Вот, если действительно ничего хорошего в экономике не произойдет, она не оживет, и начнется стагнация к концу года, и начнется пересматривать вообще все инвесторы свои, свой взгляд на рынок, при этом начнет выходить ФРС из своей политики, или слухи, по крайней мере, будут муссироваться, и при этом начнется отток с рынка ОФЗ, а здесь зашло очень много денег за последние два квартала под либерализацию всего этого рынка, под запуск Евроклира. И одно на другое наложится, мы увидим, вот, вылет на 34, 35. И техника это подтверждает все, и металлы это подтверждают все, если наложить графики металла, корреляцию, там, считаться, и так далее. — Интересно, в этой ситуации, Василий, смотри, если 33-34 мы увидим, к концу года, ну, или, там, чуть раньше, а где будет рынок-то тогда? — По идее, понятно, что чем выше курс доллара, тем ниже рынок. Здесь это обратная динамика. — То есть мы можем и... — Раньше спрашивали, вот, на самом деле, года два, наверное, где-то, а, даже вот с Андреем в Екатеринбург ездили, вот, просто вот люди спрашивали, как вот приблизительно понять, где покупать акции. Ну, вот людям, которые не понимают вообще ни в чем. Я говорю, очень хороший индикатор есть. Как только увидите курс доллара 34 в обменниках, идите, покупайте акции, это дно рынка, да. — Потому что они, да, тоже снизились. — Да, это дно рынка. Как курс рубля 30, это максимум рынка, все просто. Курс рубля 30, это максимум рынка, курс рубля 34, это минимум рынка, все элементарно просто. — Кстати, 30, да, вот, недавно мы в начале года нас подтвердили, да? — Да, да, просто это максимум оптимизма и максимум пессимизма, все. Потому что доллар всегда является защитным активом, убежищем, от риска, когда вот на рынке царит паника, все. Поэтому вот... — Ну, смотри, я правильно понимаю, что если говорить вот о активных каких-то действиях, ты кроме пары доллар-рубль сейчас ни на что и не смотришь. — Ну, я не хочу рекомендовать сейчас покупать что-либо. — Хорошо. Андрей, твой ответ тогда после паузы. Хорошо, сейчас у нас новости на Финам.ФМ, потом мы продолжим разговор. Ну что ж, последняя часть программы. Мы будем подводить итоги программы, да, которые, в свою очередь, подводят финансовые итоги недели. Значит, напомню я, сегодня у меня в гостях Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу целей в капитал-менеджмент, и Василий Олень, эксперт IT-инвест-проспект. Сразу я зачитаю реплику Ильи. Он прислал вам благодарность, уважаемые эксперты. Спасибо за ответы. И профита он желает. — Ему взаимно. — Ну, это такое стандартное пожелание людей, которые торгуют. Андрей, твое мнение по поводу вышеозвученных историй. — Ну что, Илья, если ты бык, я желаю профита. Если медведь, я помолчу. — Ну, насчет... — Что делать на рынке? — Идекс МВБ. Значит, вообще, опять вариативный прогноз. Вы понимаете, что отскок сейчас, который на этой неделе какие-то попытки есть, они носят спекулятивный характер. Это мы видим по тому, какие акции вырывают. Допустим, вышла плохая отчетность по российским сетям, к примеру, да? Ну, уже намек на повышение дивидендов, да? К примеру, да? То вырывают энергетику как наиболее убитую отрасль. Это совершенно понятно, что никаких идей там особых нету и быть не может. И быть не может. Поэтому я достаточно цинично отношусь к этому. — Андрей, а ты не возражаешь? Я сразу вопрос тебе, Юрий, он просто в тему как раз, да? — Давай тему. — Пишет Юрий следующее. Здравствуйте, уважаемые аналитики. Что вы можете сказать о предпринимаемых мерах правительством России по дальнейшему реформированию энергетического сектора? И, собственно, не могли бы вы озвучить причину агрессивного роста акций, ну, он говорит о ТГК-16, я так понимаю, что это отдельной идеей там тоже никакой нет, да? Андрей? — Ну, по крайней мере... — Ну, говоря о мерах правительства, которые предпринимают. — Тот шорт-лист, который мне дал аналитик на моей компании по энергетике, Елена, там нет этой акции ТГК-16. — ТГК-16 нет. — Тариф, это вчера это было видно, да? Ничего интересного. Так вот, я немножко сбился с темы. Значит, если мы пробьем 1380 по индексу МВБ, пойдем на 1310. Потом пробиваем этот уровень, идем на 1350. Здесь сейчас проходит глобальный тренд, который у нас повышательно пробили вниз с 2009 года. И вот я думаю, что в мае мы его протестируем. — И тут варианты, да? — Вот, а теперь какие акции? Вам все равно какие акции покупать? Они все вырастут. Только этот рост будет лимитированный. Мы, боюсь, ударимся головой об этот тренд. На этом рост кончится. А что касается доллара-рубля, да, я согласен с Василием Олейником. Хочется вспомнить Германа Грефа, когда он сказал, что ставка еще будет снизить ЦБ в ставку еще до того, как Набиулина вступит на пост главы ЦБ. И действительно, я думаю, что момент не за горами. И вот даже вот листочек, который вот, на основании которого мы строим опционы в нашей компании, вот тут напечатан, видите, декабрь 34. То есть, по программе, как он сказал 34 декабря, так и мы и дали, заложили в наш прогноз. Так что, я думаю, это хорошая идея покупка доллара. — Я понял, я понял. — Даже если будут летом, действительно, мы увидим какой-то всплеск оптимизма в мире. Я не знаю, может быть, в июле, перед августом, у нас же в августе бывают какие-то страшилки еще случаются обычно. — Но это у нас, это наши. — Нет, почему? — И в Америке, да, грубо говоря. Поэтому, если вдруг курс рубля будет ниже отметки 31 в июле, то это с перспективы до конца года. Люди, кто хотят покупать, купить валюту, это будет хороший момент. — А, кстати, вот если не говорить о спекуляциях, ну или о каких-то попытках заработать на разнице валютных курсах, если говорить просто о сбережении, Василий, вот как бы ты посоветовал, в чем сейчас надо хранить деньги? — Да сберечь-то практически их невозможно, потому что депозит в банке даже не отбивает инфляцию, честно говоря. — Ну, рублевый депозит там по 12%. — Ну, 12% нас мало где, есть там 9-10, там 12% уже рисковые банки, так сказать. Ну, даже 9-10, а инфляция у нас официальная там, я не знаю, если говорят 6,5, там, хотя на некоторые продукты смотришь и 50, и 100, поэтому здесь тяжело сказать, заработать. Ну, сберечь, да, вот, грубо говоря, сберечь. Я бы покупал, знаете что, и советую всем, вот Сургут, нефтегаз, привилегированные. Дивиденды на уровне банковского депозита. Бумага, вот рынок стоит сейчас на уровне 6 лет назад, грубо говоря, а Сургут — одна из тех бумаг, которая близка к максимуму. Здесь все понятно, но здесь есть нюанс. Раньше это можно было делать, сейчас вот надо посмотреть, какой отчет им по международному финансовому отчету выйдет. Потому что там есть очень большая интрига. После этого акции Сургут могут вырасти или на 40%, или упасть где-то процент на 40%. Он первый раз ведь, да, по МСО? За последние 10 лет где-то, да, ну, второй раз, по-моему, там, один раз был у них. Ну, что сказать, насчет Сургута. Я вообще считаю, что фондовый рынок сейчас нужен, ну, как бы, ориентировать только тех, кто может отслеживать его, да, вот, как-то паковать я никого не хочу. Что касается депозитов... А что такое отслеживать? Ну, отслеживать, значит, надо смотреть хотя бы раз в день. И не все имеют возможности. У вас, например, в компании 15% клиентов — это ДУ. Они честно говорят, мы не можем, вот вам ДУ, да. Ну, это так, это мелочь. А что касается депозитов, то я с Василием не согласен. У нас, как бы, действительно есть места, где 11-12%. Вот если выше 20%, то ЦБ начинает, так сказать, жестоко карать. Дарь бы и больше. При том, что вчера Путин сказал, что инфляция 5,9% может снизиться. Ну, даже пускай она будет 7%. Я считаю, что это реальная возможность. И чем эти люди рискуют? Они рискуют, они рискуют только эти процентные части прибылью. Основным телом депозит они не рискуют, потому что он застрахован. Сейчас на миллион, да? Тем более, да, уже на миллион. Поэтому это отличная возможность, я считаю. То есть, если сохранить, то это рублевый депозит. Даже заработать. Даже заработать, да. Игорь, жалко, что у нас вот таких акций, как сургут нефтегаз, просто одна-две бумаги, к сожалению, на рынке. А так это было по альтернативе депозиту очень хорошее. Потому что, я говорю, каждый год вы получаете дивиденды больше, чем баксовый депозит. И если рынок растет, вы еще получаете рост рынка. Я понял. У нас есть звонок, давай послушаем его. Михаил, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, да, Михаил, Горьк Москва. В общем-то, я длинный инвестор, можно сказать. Я инвестирую на 2-3 года обычно. Вот я зафиксировался в 2011 году. Буквально вот 2 года назад, как пошло падение, там уже на месячных графиках, на черной свечке я фиксанулся. Обычно 60-80% от движения брал. Вот, сейчас смотрю краем глаза, все 2 года эти денежки лежат на депозите, на накопительном счете. Да, то есть там с месячной, значит, скажем, процентами, да, вот, чтобы в любой момент как бы войти. Но так смотрю, что просела энергетика, просела металлургия, но такого прям заманчивого предложения на сегодняшний день пока не вижу. Вот, что делать для таких, как я, длинных инвесторов, там, горизонт 2 года, да, то есть, там, плюс-минус 10%, для меня это вообще не играет роли. Деньги в рублях лежат, там, процентов 90. Вот, доллар как-то тоже не верится с этой заманчивой, там, заманухой, так скажем. Вот, что скажут ваши уважаемые эксперты, значит, может быть, какая-то еще альтернатива. Ну, прошлый год, конечно, там было пару сделок буквально за год, там, на крыльпропролитии, помните, там, да, по 10%, процентов 10 взял, там. Ну, а вот так, чтобы каждый день сидеть, там, вот это... Ну, конечно, это надо поймать. Это неинтересно, но это, знаете, там, со 100, где стоил, там, до полумиллиона, наверное, можно сидеть. Но, когда большие деньги, это неинтересно. Логично. Вот, вот такой вопрос. Спасибо, Михаил, спасибо. Василий. Ну, честно говоря, с перспективой два года, к сожалению, лучше всего депозит, по-моему, и остается, мое мнение. Отскок на рынке и процентов на 15-20 может быть. И, в принципе, я думаю, что он будет в этом году. Вопрос, с каких уровней, то есть чуть пониже. Ну, Михаил, я так понимаю, вот нынешний уровень он не воспринимает, да? Да, я тоже считаю, то есть, да, здесь потенциал роста, я вижу, да, вверх процентов 10-15 он есть. Вот. Будет ли или не будет, сможем или не сможем, неизвестно. Ну, он, мне, на мой взгляд, вот процентов на 15, отсюда мы повыше еще в этом году рынок увидим. Может быть, на, ну да, процентов на 15. Заходить на... Через два года мы те же цены увидим однозначно. И через год, я думаю, эти же цены увидим однозначно. То есть, в мире все плохо, но деньги печатаются, поэтому вот из... Куда-то надо их тратить, да? Куда-то надо их тратить. Андрей, что ты, Михаил, ответь? Ну, что, сказать, что в мире все плохо, но фондовый рынок играет на опережение. Если сейчас не покупать, то надо, как бы, делать прогноз, что в мире дальше будет все плохо, через три года будет все плохо. Я думаю, что, на самом деле, отток средств такой глобальный идет уже два года, с мая 11-го года. По статистике, там, цикл притока, оттока, это примерно два года. И учитывая те, то, что делает наша власть до улучшения климата, это расширить список инструментов для инвестирования. А, в частности, его клир, там, отчетность упростили, о чем ты там сказал, да? Я думаю, что и Кудрин, это тоже момент улучшения инвестиционного климата. И, в конце концов, эти плоды дадут эффект. И я думаю, что мы увидим западные деньги, и рынок будет выше. Да, если Кудрин... А что касается инвестирования, то, вот, мне кажется, самые честные фонды, это индексные фонды, которые моделируют динамику индекса. Ну, я бы, на самом деле, говорю, если вдруг случится какая-то, действительно, у нас там черный лебедь, и какая-то, действительно, паника на рынке, причем, действительно, эта паника вызвана одним событием, каким-то раскрученным, там, да, я не знаю, там, может быть, с Панку Костдолга, может, с Испании что-то там начнется. Ну, поводов-то много у нас, да. Да, и мы увидим какую-нибудь коррекцию процентов на 15 с текущих уровней, то я бы, радиослушатели, все-таки порекомендовал бы купить хотя бы на половину портфеля, на половину имеющихся средств. И потому что к концу года, в принципе, вы двойной банковский депозит, я думаю, можно будет заработать. Я понял. Еще вопрос есть от Юрия, уважаемые эксперты. Дивидендные истории уже все отыгрываны, Андрей. Ну, что, Газпрома до 15 мая будет поддерживаться. В Газпроме, да, кстати, в Газпроме очень много коротких позиций, и перед закрытием реестра, понятно, часть их будет закрываться, поэтому очень интересно. Ну, опять же, давайте вспомним прошлый год, почти серия закрытия реестра по всем компаниям проходила на самых минимумах. И именно после закрытия реестра на следующий день и надо было покупать практически все бумаги. И в этом году, вот кроме Сбербанка, Сбербанк один из первых закрыл реестр, он закрыл почти на максимумах, все остальные проходят не так это. Мы видим, где рынок находится. На минимальных отметках года практически 2% отскочил. А, кстати, Газпром подрастет еще до отсечки? Если закрывать, короткие позиции будут. Я думаю, 128-130 мы увидим. Увидим до 15 мая. Да, да, да. Андрюш, ну, сегодня 125 было уже, да? Ну, извини, я не 152 говорю, извини, пожалуйста. Ну, вот, понимаешь, что ты не согласен, говорю, сейчас не время медведей, не время олейника, он не согласен со мной, ему обидно, конечно. Ну, это естественно, потому что ему хочется, чтобы его время было, это нормально. Не, ну, отскоки на рынке всегда бывают, без них рынок не может без перерыва падать, поэтому, я говорю, заходить с целью процентов 15 роста точно нет. И в этом есть прелесть, да, потому что если по прямой, то невозможно было бы работать, а тут все-таки есть коррекция. Ну, по прямой почти 2,5 месяца без отката все-таки сползали, вот видите, к чему приводит, что отскок в 3,5% рисует за день. Я понял. Так, друзья мои, ну, осталась минутка, единственное, что, вот видите, девушка звонила не очень, в смысле, очень важный вопрос, вы в эфир будете постеснялась, обещала написать свой вопрос на сайте, а у нас уже осталось... Девушка, у меня сайтов есть, Филин. Сайт есть, да девушек, может быть, она хочет, наверное, сайт, да девушек, трейдер. Сегодня, что один, что второй, вот, хотя, с другой стороны, девушка при желании найдет, да, именно трейдер, по-моему, да, так называется. Ну, да ладно, времени нет, друзья мои, значит, я, во-первых, благодарю вас, с вами всегда приятно работать, еще раз это подтверждаю в прямом эфире. В студии сегодня Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Capital Management, и Василий Олейник, эксперт IT-инвестпроспект. Ну, конечно, они пожали друг другу руку, и это тоже замечательно. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание, собственно, впереди выходные, поэтому отдохните, наберитесь сил, да, неделя обещает быть, ну, как и многие другие, непростой. Всего хорошего, спасибо за внимание, успехов на рынке, до свидания. Спасибо.